Северный Урал Плато Мань-Пупунер – гора малых идолов. Оно на сотни километров окружено Уральской дремучей тайгой. Находится плато в Печоро-Илоческом биосферном заповеднике Республика Коми. В 2008 году столбы Мань-Пупунер были признаны одним из семи чудес России, и количество желающих посетить это место резко возросло. Чтобы не нарушить природный ландшафт горной тундры, каждый год, исходя из экологической обстановки на плато, научный совет заповедника определяет количество посещений для туристов. Летом 2016 года группа энтузиастов организовала на территории плато работы по строительству тропы для туристов. Дело в том, что нелегальное и бессистемное посещение этих мест уже изрядно навредило природе. Места эти очень нежные, и восстанавливаются многие годы, а то и десятки лет. Ребята из Перми решили положить этому конец. Собрали больше сотни волонтеров со всей страны, которые и обустроили здесь более полутора километров щебеночной тропы и две смотровые площадки непосредственно у каменных останцев. К сожалению, в цивилизованном подходе к заповедным территориям мы отстаем от всего мира на целое поколение. И дело даже не в том, насколько оснащен заповедник научной аппаратуры, либо каким образом охраняют свои границы. Дело в нашем потребительском отношении к природе. Ну вообще, основная цель поездки была построить тропу, благодаря которой пропускная способность этой территории увеличилась, и больше туристов могли бы туда приезжать. Мы таскали камень, дробили щебень и укладывали его на тропу. Работа была очень трудной, но я физически креп и даже научился подтягиваться. Радостно в душе от проделанной на совесть работы, но еще больше радости от того, что у нас в стране оказалось не так уж мало людей, которые самоотверженно, не побоюсь этого святого слова, за тарелку супа, за кусок хлеба отдали свой труд, отдали свое время, вложили душу в защиту природы. И люди эти разных профессий, разного пола, разного возраста, от 10 до 60 сгоком лет, со всей России. За время работы на плату волонтерами было перемещено более 1000 тонн камня, изготовлено и уложено в тропу более 500 тонн щебня. И представьте себе, это все вручную, без прихонения механизмов и техники. Лично для меня это было самое тяжелое лето в жизни. Ведь многие мужики сомневались, что я, слабая девушка, смогу работать на строительстве тропы. Ведь это ежедневный физически тяжелый труд. Камни, кувалда, дробилка. На следующий день все то же самое. Кувалда, камни, дробилка, тяжелые тележки. Но мы все понимали, что это необходимо для сохранения природы в заповеднике. И никто, кроме нас, этого не сделает. Мне повезло, что я попал на Мань-Кугунев. И познакомился там с такими хорошими людьми. Вообще, такими вещами занимаются хорошие люди. Облака комаров и мошек, адский холод, туман, дождь, все было. Так или иначе, жизненоплата, она доставляла удовольствие. Потому как там меня окружали по-настоящему добрые, талантливые и интересные люди, с которыми, пожалуй, мы бы никогда не познакомились в обычной жизни. И я очень счастлива, что знаю каждого из них. На Мань-Кугуневе мне очень понравились закаты. Это просто небывалое зрелище. Я такого еще никогда не видал. Вообще, природа очень красивая. Мы рады, что мы ее сохраняем и способствуем этому в какой-то хоть маленькой степени. Мы построили тропу, которая прослужит десятки лет, и по ней пройдут тысячи туристов. Мы внесли свой вклад в развитие не только заповедника, не только республики Коми, а в целом России и нашей страны. Когда я вернулся обратно в город, пошел общаться с друзьями, я понял, что если раньше у меня были с ними некоторые одинаковые взгляды на мир, взгляды на определенные вещи, то после поездки наши мнения во многих вещах стали различаться. Я стал пытаться даже привязывать им свою точку зрения, и, ну, кто знает, может, в будущем я изменю мир. Благодаря проделанной работе природа заповедника получила защиту, а туристы всего мира получили возможность наслаждаться величием плато. Не из-под тяжка, не ночью, прячась от госинспекторов, не утром в тумане, а легально, с открытой душой, впитывая энергию этого сакрального места. Маха пенелопа вязала носки, еженочно их вновь распуская. На том берегу быстротечной реки Одиссей повстречал Навсекаю. Навсекая сказала ему, Одиссей, возвращение лишь полумера. Оставайтесь со мной, быть вдвоем веселей, Почитаем друг другу гумера. Из стекла со страниц типографская мзда, Надорвав путеводные нити, И магнитною стрелкой морская звезда Задрожала в грубом лабиринте.